СОЗАВИСИМОСТИ СОЗАВИСИМОСТИ Да, она утрачивает контроль над поведением аддикта и над собственными чувствами и жизнью. То есть там контроль над дозой теряется, здесь контроль над аддиктом теряется. Хотя она пытается его достичь, этого контроля. Вот эта вот зависимость захватывает полностью сознание. Вот это пристрастие полностью человека, так сказать, берет в себя. То есть признак какой? Захват сознания объектом пристрастия. Если у алкоголика объект пристрастия что? Бутылка. Или доза любая, да? У наркомана. У наркомана доза, там у игромана игра там в клубе, да и так далее. Или интернет, или по порно, любая вот доза, мысли только об этом. То есть у зависимого мысли о дозе, а у со-зависимого мысли на комфору ли рыть? О том человеку, у которого... На аддикте, да. На аддикте. На вот этом зависимом. Да, чувствовать вообще одинаково. Идем дальше. Признак отрицания проекции. Что говорит зависимый человек про себя? Что отрицает зависимый? Что он отрицает? Что он не зависит. Я не пью. Я не пью, я не аддикт. Я не игроман. Я не алкоголик, я просто пьяница тихий. Я не игроман, я просто играю, я просто веселый человек. Я не интернет зависимый, я просто там работаю. Да? Вот идет оризонение, я не аддикт. Я в порно не сижу, я просто посмотрел, чтобы возбудиться и все. А что отрицается зависимый? Он говорит. То, что зависимый, это делает. Да. Проблемы не у меня, а у него. У меня проблем-то нет. Как только он бросит, я сразу стану опять нормальным. Да вообще я нормальный человек. Просто обстоятельства такие сложились вокруг него. Из-за него это так не было? Из-за него все, да, все эти болезни у меня. Из-за него у меня астма. Стоит ему перестать, у меня сразу все пройдет. Ну это обман или действительно так будет? В смысле? Ну это признак. Нет, это признак. А будет ли это так? Сейчас мы обо всем поговорим, не волнуйтесь. Конечно, это все будет. Следующий признак – рационализация. Есть и там, и там. Зависимый человек говорит, я почему выпил-то? Друг пригласил. Я друг пригласил, повод есть. Или там, дочь родилась. Или, как я слышал, в пятницу не нужно искать повод выпить. В пятницу – это уже повод. Последний день, неделю. Последний день, да? Повезло Робизону Крузу. У него пятница вообще под боком была. Ну, знаете, что так на тему не говорят. Ну вот, пожалуйста, вот зависимый, он всячески рационализирует, почему он пьет. Созависимый как рационализирует свои вот эти вот вспышки, свое поведение, свое вот это вот прилипчивость к нему. Как рационализирует? Ну, с таким-то человеком иначе нельзя. Вот так она и скажет вам. Тебе-то хорошо с твоим мужем. Он очень. А пожирик с моим. Понимаете? И все, и она полностью рационализирует все свое нерациональное мышление. Все свалит на аддикта. Смотрите, что дальше. Агрессии присутствуют и там, и там. Как физическое, так и вербальное. И обратите внимание, тут одинаково. Как зависимый. Что там муж выпил, пришел, готов, если что-то не по его, да? И жена, кстати. То есть так же жена, если муж пришел на бровях, что называется. Она тоже. Она сказала, хватайте. Мы знаем несколько семей, когда муж, ну, вот одна семья конкретно, муж приходит домой, падает, жена одевает сапоги сына, когда он пришел после армии Кирзовой и избивает мужа. Начинает его пенальти. Мне легче становится. Муж утром просыпается, говорит, что я весь синякок, грязный. А не знаю, где ты шлился. А когда мне легче, я, говорит, уже утром на него не ругаюсь. Чувствуешь, какая агрессия? А недавно, вот, прям буквально месяц назад, произошла трагедия, вот, в одной из церквей, муж пришел домой пьяный, и жена его убила. Из церквей? Убила его жена, да, уберующий человек. Ну, как, ну, были, ходили, потом вот он сорвался, она, видимо, тоже сорвалась, и вот прошла, вот, похоронили. Ну, а уж вербально-то агрессия наблюдается. Это сплошная комната. Сплошная комната. То есть, понимаете, такие вещи, они настолько реальны, но мы порой боимся, как, может быть, об этом сказать, и не всегда ведь семьи это открывают. Понимаете, что самое интересное, когда вы заявите о себе как о людях, знающих эту проблему, вы сами удивитесь, как к вам люди пойдут. Вот, когда, знаете, когда вот мы только начали на эту тему говорить, мы сами удивились, мы никогда не думали, что это проблема во всех кругах, и верующих, и неверующих. Тема насилия, вот мы сейчас даже готовим отдельный семинар. Мы думали, что это проблема там же, пределами церкви. Ничего подобного, ничего подобного. Тема насилия, тема агрессии, это настолько серьезная вообще тема, на нее вот мы отдельный семинар готовим, потому что это проблема, огромная проблема. И когда вы начнете, как только вы заявите о себе, как человек, который знает, что с этим делать, можете помочь, вы удивитесь, как вам пойдут люди. Будьте готовы. Они ждут, чтобы появились люди, которые могут дать ответы на вопросы, которые накопились. Следующий признак. Какие чувства преобладают у таких людей? Душевная боль, вина, стыд, страх. Это у зависимого. Душевная боль, вина, стыд, страх. У созависимого ко всему этому еще плюс ненависть. Душевная боль, вина, стыд, плюс еще ненависть и плюс негодование. То есть чувства одни и те же. Причем у созависимого еще и добавляются чувства. Потому что, как мы сказали, зависимый как анализирует свою душевную боль, вину, страх и стыд? Как анализирует? С дозой. А созависимый должен как это анализировать? Ненавистью и негодованием. Плюс ко всему. Плюс ко всему. Это, понимаете, это, как сказать, это реалия. Это вот та реальность, с которой мы имеем дело. Следующий признак. Рост толерантности. И там, и там идет увеличение переносимости все больших и больших доз. То есть человек употребляет все больше. Для того, чтобы войти ему в жону эмоциональной стабильности, ему нужно все больше и больше употребить, чтобы почувствовать себя нормальным. Вот эту боль заглушить. Об этом уже говорили. То же самое происходит у созависимого человека. У него идет рост выносимости своей эмоциональной боли. То есть ему боль притягивает все больше и больше, но он все больше и больше ее готов перетерпеть. И больше и больше привыкает. Вот своим гневом он ее анализирует все больше и больше. То есть, скажем, вот эта вот созависимая жена, вот то, что она испытывает сейчас, 10 лет назад, она бы этого не терпела. Но сейчас у нее настолько это все постепенно, вот эта толерантность выросла, что сейчас у нее это просто уже доходит до абсурдов. Что она может вытерпеть и каким образом она это может вынести на себе. идем дальше абстинентный синдром ну что такое абстинентный синдром? синдром отмены похмелье можно им писать похмелье мы думали что им писать похмелье решили все таки по научному взять абстинентный синдром то есть для снятия этого синдрома у зависимого человека требуются новые дозы алкоголику, рюмка, наркоману дозы и так далее чтобы ломки не было для снятия синдрома требуется доза зависимого а со-зависимого для снятия синдрома требуется что? представим что нету больше зависимого человека рядом все что он делает? такой человек строит находит его он строит новые отношения с аналогичными проблемами один в один он находит такого человека и продолжает свою разрушительную работу и в себе и в нем что-то я не понял другого совсем человека или в этом же человеке находит нет скажем ну скажем алкоголик умер возьмем такую конкретную ситуацию нет больше вот этого человека рядом вы думаете она перестает вот таким образом себя вести? нет но она ищет себе новую жертву она строит новые отношения аналогичные отношения с подобным человеком но если он не умер не умер вылечился а вот об этом мы тоже будем говорить знаете сколько проблем? даже если вылечился вот по ну мы немножко сбегаем вперед мы скажем эту цифру раз сейчас уже возникла такая ситуация когда муж бросает пить жена в 80% случаев подает на развод вот как бы это смешно не казалось это в прошлом году реальные цифры вы можете ее найти если муж перестает пить в 80% случаях то есть из 180 жен подают на развод потому что для них это невыносимо они не могут жить как дальше жить? смысл в чем? то есть эти слова да лучше, чем ты пил они заключаются в этом? конечно да? но мы сейчас давайте объясним, почему так происходит вот представьте себе вот я пил, пил пить бросил протрезвел прихожу и говорю жена, я мужчина я глава семьи теперь я буду решение принимать реакция женщины че? 25 лет пил, мозги пропил молчи уж ага потом я трезвыми глазами посмотрел на нее говорю, ба, ты кто? женился, была молодая, красивая а вы знаете, а созависимость она же сжирает женщину изнутри если даже может быть она внешне это что-то а сейчас какая-то кошелка не поймешь, да? она же вся ну-ка бери себя в руки чего? рыбы в мозге меньше, чем осушеная рыба пытаешься тут командовать мной? ты меня такой сделал я из-за тебя я тебе лучшие годы жизни отдала такая жертва, понимаешь? если раньше она была жертвой ее все ценили, говорили какая ты героиня? тащишь на себе и мужа и детей еще и на работе работаешь да на трех, да на пяти и никто не восхищается здесь так не трудно поддержки никакой нет зачем? муж-то не пьет уже, все восхищаться не надо нормальной женщиной становится знаете, это страшные вещи да, Александр? это вот проблема жены, я насколько понял а у меня такой вопрос в смысле жены или созависимого человека да? а у меня такой вопрос если зависимый человек по каким-либо причинам оставил свою зависимость ну, бросил пить, допустим все, бросил пить а созависимый может его спровоцировать опять на те же действия и вот эти вот действия которых сейчас мы только продемонстрировали они толкают его опять пить поэтому мы говорим что работа кинято сахтит да сиди, молчи мозги меньше, чем у сушеной рыбы там даже вот с чего начинается все, идет а ей же лимбическая система помнит как боль снять она меня оскорбила, да? да пошла ты да пошла ты чем 10 лет ей доказывать что я стал мужиком нормальным, да? я лучше пойду и выпью раз тебе это не надо мне тем более не надо или как одна женщина говорила я верю теперь мужу мы говорим вы начинаете ему доверять да верю я ему, верю а получилось так он пришел на группу немножко попозже и вот он пришел знаете, как она его встретила? как хорошо, что пришел мы говорим вот что только сейчас сделали а что я сделал? я ничего не делал я хотел его поцеловать она уже даже не контролирует понимаете? она продолжает контролировать его запах его состояние хотя он уже полтора года не пьет она, знаете, если каждый день тебя встречает таким образом это вообще это сложно какой мозг это выдержит, да? понимаете? поэтому, мы поэтому говорим что работать надо со всей семьей обязательно как только мы работаем с зависимым, да? тут же подключать его жену максимально семье еще если детей подключить вообще это, знаете это высший пилотаж если вы сумеете подключить к работе и вообще всю семью это высший пилотаж будет работать высший пилотаж тогда действительно всю семью мы вытягиваем из этой трясины помогаем им вылезти оттуда вообще мы где-то прочитали, что жизнь человека это сочинение на свободную тему которую он пишет если вы живете рядом с созависимым ваша жизнь превращается в диктант рядом с созависимым нет, жизнь созависимого это диктант и рядом с жизнью созависимым диктант зависимого созависимого да, да, да то есть созависимый вашу жизнь превращает в диктант он контролирует вас понимаете? этот созависимый он контролирует все дети тоже будут писать диктанты а не сочинения это дети а как зависимый может писать сочинение? А вот тут как раз у нее и проблемы с зависимым. Как только вот этот вот зависимый перестает пить, она начинает продолжать на него действовать, чтобы его жизнь... Ну, она начинает писать диктурно. Да? Понимаю. Ну, давайте вот пример, может быть, такой, знаете. Ну, представь себе, вот однажды вот конкретный пример. Мамочка одна. Вот дочка пришла вчера пьяная. Я ее встретила, накормила. Она меня по-всякому, а я ее накормила. Вот любовь все проявляет к нему. Как положено, положено, да, вписание, любовь проявить. Спать уложила, все, утром встала, в 6 часов встала, чтобы блинчиков ей напечь, кофе ей приготовить. Говорю, доченька, вставай от тебя на работу, блинчики испекла. Она говорит, мать, пошла вон, я хочу сок. Ты мне сок купила? Я говорю, ну, есть сок, вон, попей. Ну, я же тебе блинчиков... Мать тебе сказала, не хочу блинчиков. И ушла на работу. Она же всем рассказала, какая у нее дочь неблагодарная. Все соседи в курсе, все родственники. Она все... Что она встала в 5 утра, готовила, готовила. Эти блинчики. Понимаете, мы ей задаем вопрос, скажите, ваша дочь вас просила про блинчики. Нет. А зачем? Ну, хотела же, как лучше. Ваша дочь не просила, нет. Не надо ей блинчики готовить. Она не понимает даже, понимаете, что без ее блинчиков могут обойтись. Она для себя подумала, что дочь должна есть блинчики. Жените, мы с теми мыслями люди живут. Да. Вообще не хотим. Можно сказать, что мать хотела этих блинчиков, а она считала так, что это были блинчики. Нет. Она не хотела этих блинчиков. А ей блинчики вообще нельзя есть этой маме, потому что у нее цирроз печени. Ей нельзя это есть. А откуда пришла такая мысль интересная? А вот надо накормить ребенка. Как же на работу пойдет без блинчиков? Это созависимый мозг так мыслит. Мы знаем реальные ситуации, когда, скажем, мама звонит утром, например, в 7 утра и говорит, «Встретьте меня, я по дороге на работу вам везу пироги». Эта семья говорит, «Мам, мы спим, нам не нужны пироги». Все. Теперь все знакомые, все друзья, все родственники узнают, какие неблагодарные ее дети. Она всю ночь им пекла пироги, они ее захотели встретить и взять пироги эти на остановке. Понимаете? Получается, что это уже больной мозг ума. Да, конечно. Ну и об этом вы говорите не очень важно. Понимаете, это человек, который ее употребляет, но если он живет в созависимом состоянии, это, понимаете, это человеку пожалеть, во-первых, надо, и предложить, ну как бы донести информацию, понимаешь, это не то, что вокруг все-таки неблагодарные живут. Это люди, которые не хотят писать диктант. Они хотят жить по сочинению на свободную тему. Но, понимаете, а человеку от этого плохо, ее диктант не пишут. Вот эта вещь, понимаете, вот эта проблема. А не всем ведь удается не писать диктант. Вот в чем проблема. Так у нас общество, значит, такое получается, созависимое и зависимое. Ну мы не будем говорить на общество. Помните, мы с вами на первом нашем занятии говорим, что общество состоит из кого? Из пассивных и пассивных. И наши задачи с вами самим не упускаться в пассивное состояние. Да, Александр. У меня вот такой вопрос. Практически тогда получается все материя созависимы от своих детей. Ну не все. Ну есть какой-то процент или... Есть, конечно. Мы с вами сказали, что процент активных людей меньше, чем пассивных. И вот наша с вами задача какая? Помочь материалам... Людям стать активными. И в том числе помочь им... Вывести подростков из пассивной части, вывести взрослых людей, которые так и не повзрослели, в активную часть. В чем наша задача заключается? В этом она и заключается. Не то, чтобы прийти и решить их все проблемы. Нет. Это им не поможет. Но помочь им... Есть великолепная китайская пословица, да? Если ты дашь голодному человеку рыбу, он так съест ее, но опять останется голодным. А вот если ты дашь ему удочку и научишь ровить рыбу, тогда он никогда голодным не будет. Вот наша задача научить людей. Удочку. А не решать их проблемы. Научить решать проблемы. Вот видите, вот сейчас то, что вы нам сказали, может быть, у кого-то какое-то наступил прозрение. Вы понимаете, почему это в вашей жизни происходит, или в жизни ваших людей, в жизни ваших родственников? Мы-то думали, что это любовь, а на самом деле это болезнь. Это болезнь. Человеку нужно помочь в этой болезни. Как ему помочь, если он отрицает? А отрицание – это проблема номер один. Помните, мы с вами первый день говорили? Отрицание – это проблема номер один. Я не больная, ты что-то. У меня проблем нет. Теперь не надо ее, что он больной просто. Больной не надо говорить. Если мы скажем, что ты больной, тебе лечиться надо, да? Вреду я к матери скажу, мам, ты у меня больная, да? Тебе лечиться надо. Да, я болею, я уже старенькая. Ну, это же вообще ненормально. Ты вообще ее может убить. Если человек наглухо отрицает свою зависимость, вот ему, ну, там… Это бесполезно. Тогда задача нам не быть созависимым. Мы об этом будем говорить. Пока он не признается, не бороться не бесполезно. Да, если рядом с вами живет созависимый, наша задача не писать диктант. Если он решил быть созависимым, это его выбор. Уважайте выбор другого человека. Это его выбор. Но нам самое главное не впадать ни в одну, ни в другую крайность. Вот в чем проблема. Только тогда мы можем помочь этим людям выползти из своей проблемы. То есть, как вы увидели, зависимость – это как близнецы-братья. Просто близнецы-братья. Ну, чуть-чуть какие-то есть вот детали. А так совершенно похожи друг на друга внешне. Следующий признак. Следующий признак – опьянение. Посмотрите, зависимость… Что такое опьянение для зависимого человека? Это часто повторяющееся состояние в результате употребления той или иной дозы. То есть, часто повторяющее состояние. Вот оно, опьянение для зависимого. Для созависимого – это невозможность спокойно, трезво размышлять. То же самое опьянение. Только опьянение гневом, опьянение ненавистью, своими эмоциями. Своим раздражением. То есть, он не может трезво размышлять. Вот он так вот упивается нейромедиатором в результате своих эмоций. То есть, признак, видите, один и тот же, просто по-разному проявляется. Самооценка. У зависимого человека низкая, допускающая саморазрушительное поведение. У созависимого самооценка низкая, допускающая саморазрушительное поведение. Совершенно одинаково. И там, и там низкая, и там, и там допускается саморазрушительное поведение. Еще раз хочу вот эту мысль повторить. Представляете, даже муравью хватает ума не вести себя саморазрушительно. Саморазрушительно. Разрушать свой мозг, разрушать свое тело, разрушать свою психику. Человек, более высокоорганизованное существо живое, и тем не менее разрушает саму себя. Наверное, потому что человек создан по образу Божьему, потому что муравья... Что Бог разрушает себя? Нет, потому что муравья Бог вложил исключительно истинно. У него нет права выбора, а у человека есть право выбора. И выбирать саморазрушение. Да, да. И он уже потом, от человека уже идет разрушение на всю остальную природу. Следующее. Физическое здоровье. У зависимого человека это болезни сердца, желудка, нервной системы, печени. У созависимого это болезни сердца, желудка, нервной системы, головные боли. Ну, в принципе, понимаете, и там, и там одинаковые физические проблемы. Головные боли сюда можно написать, и печень сюда можно написать. Эндокринные системы нарушаются везде. И в зависимости, и в созависимости. Психические нарушения. И там, и там люди впадают в депрессию. То есть, психические нарушения, и в созависимости. Возможно сочетание нескольких зависимостей. То есть, признак перекрестной зависимости, да? Да, и там, и там. У зависимого человека возможно сочетание нескольких видов аддикции. То есть, он алкоголик, начинает колоться. Или алкоголик и сексуальный аддикт. Или наркоман и игроман. То есть, как бы идет некая компоновка разных аддикций в одном человеке. Порнозависимый и алкоголизависимый. То же самое, те же самые аддикции, варианты возможны и у созависимого. То есть, он может быть созависимый и, например, употреблять транквилизаторы. Созависимый и выпивать начинать. То есть, созависимый и, например, тем же сам Порно увлекаться. Ну, если это мужчина созависимый. Вот у нас был такой однажды в консультации. То есть, возможно, перекрестные зависимости. То есть, зависимо-созависимый получается. Ну, да. Да? Да. Можно так сказать. Такой зависимый-созависимый. Да. Созависимый-сависимый. Да. Все в одном флаконе. Все в одном флаконе. Отношение к лечению. И тот, и другой отказываются от помощи. Нам помощь не нужна. Мне конкретно. Вы ему помогите. То есть, очень долго находятся в состоянии отрицания. Если человек пьет, он часто говорит, это не я виновата. У меня жена такая, поэтому я пью. Жена созависимый говорит, это не я виновата. Пожили бы с мужем с алкоголиком. То есть, отрицание своей собственной проблемой идет. Условия выздоровления. И там, и там совершенно одинаковые. Это знание о своей болезни. Это воздержание. И долгосрочная реабилитация. У созависимого – это отстранение от зависимого человека. И точно так же долгосрочная реабилитация. Ну, и там, и там необходимо знание. То есть, еще раз, похоже. И там, и там нужно знание. И там, и там долгосрочная реабилитация. И там, и там воздержание от объекта зависимости. От объекта пристрастия. Только в соцзависимости это воздержание названо отстранение. Что значит отстранение? То есть, нет контактов. Да. То есть, многие называют это развод. Ничего подобного. Совершенно не обязательно. Отстраненность личности, мы еще об этом будем говорить, это совсем не обязательно развод. Но можно даже жить зависимо в одной квартире, по-прежнему оставаться с супругами, но отстраниться от его зависимости. Это можно. И мы с вами будем говорить о том, как это происходит. Я думал, как это невозможно, мне кажется, с супругами разбежаться, чтобы быть удалеными. Возможно, даже какое-то время отдельное проживание. Иногда, в самых крайних случаях, вы знаете, мы никогда не советуем развод. Это наша статья. Позиция наша. Мы развод никогда не советуем, потому что развод – это смерть семьи. Ни в каком случае, ни в самом-самом развод мы не советуем. Но иногда, вот единственное, самое крайнее, что мы видим, что действительно люди вышли на этот уровень. Если, например, идет уже физическое насилие очень сильное, сексуальное может быть насилие, мы говорим, должно быть обязательно у вас какое-то время отдельное проживание, чтобы решить вот эту проблему. И уже отдельно друг от друга проходить реабилитацию, лечение. Что потом уже идет, уже высоединение. Но это бывает на себе, ну, самые такие крайние случаи. Продолжение следует... Продолжение следует...